Пришло время пройти какой-либо мод, и я решил попробовать поиграть в CGM 2.2. Давайте договоримся так. Я выпускаю первую тестовую серию, и если она вам нравится, вы ставите большое количество лайков, то я продолжаю. В общем, не буду затягивать. Приятного просмотра. Найти командующего блокпостом, ну или блокпостом. В СБУ было поручено найти Медведева по прибытию. Он должен быть где-то на блокпосте. Цель моего визита на кордон — узнать, что случилось с пропавшими, недавно военными, выполнявшими в зоне особое задание. Еж на блокпост, отмеченная новая территория. И, в общем-то, у нас тут сталкеры, что ли, спокойно разгуливают по блокпосту. Да, вольный сталкер в каком-то странном камуфляже. Ну хорошо, давай найдем тут того самого командующего и поговорим с ним. Подожди, тут реально держат сталкеры все? Серега Твус. Ну да, получается именно так. Что ж, ладно. Я уже вижу какого-то главного на карте, отмечающегося музыку. К сожалению, я так понял, тут никак не выключить. Какая-то музыка орет. Ну и у нас по снаряжению все довольно неплохо, как и обычно КПК Дегтярева. Ага, проникаем внутрь. Здорово, ребята, как живется? Ящики можно поразбивать? Нет, я не могу достать нож, а сразу бегу, там бегать, попадать не очень хочу. Ну и вот они, посмотри, два крутых ребятеночка. Это у нас Кривоухов Торговец. Ну и Медведев. Приветствую вас, майор. Мы не доложили о вашей прибытии, я в курсе ваших дел. Сам некогда был агентом СБУ, потому необычайно рад вас, коллега, видеть. Здесь с нами, вольными сталкерами. Спасибо, мне очень приятно. Перейдем к делу. Вы военных на кордоне не видели? Сам не видел, но кое-кто из моих бойцов несколько дней назад тому видел. Знаю точно. Этот боец сейчас отправился на разведку. Вернуться должен через два дня. Как придет, дай бог живой. Расспросим его об этом. С этим ясно. Каково положение дела на кордоне? Дела наши неказисты. Кругом на подступах бандиты. Силится вытурить нас с кордона. Этот блокпост наш последний оплот. Чтобы не было потом обидно, важно сейчас же оттеснить бандитов из кордона. С этим помогу. Где можно разжиться патронами? Вот и славно. Амуниция здесь, на нашем блокпосту. Запасайтесь на здоровье. Как будете готовы к операции? Возвращайтесь ко мне, обсудим детали. Договорились? Вот это уже получается какая-то даже война в группировке, я бы сказал. И все, я с ним еще раз поговорить не могу. Ну по патронам у меня что? Калаш укороченный. Плохого состояния довольно-таки. Много патронов. ПМ, не наградное кстати, обычный ПМ. Пополни запасы амуниции, это где-то там. А ты у нас торговец, и что же ты продаешь? Мне вот прям стало интересно. Оформить даже заказ можно. Оружие, оружие. ТТ-33, Сайга. А по броне? А по броню нельзя, ладно. Странно. Хорошо. Различные снаряжения. Армейский таймер. Ага, уху. Бывай. В ящик заглянуть можно, можно, но в нем ничего нет. Что ж, в таком случае пойдем пополним свой запас снаряжения. И тут лежит какой-то кейс, что ли, обыскать. Ага, тут даже глушитель есть для моего. Хотя стоп, это ПБС. Да, он подходит сюда. Патроны, не патроны, медикаменты. В общем, все, берем. Три килограмма с половиной всего лишь это весит. Так что я думаю, что вполне себе нормально. Давай. Ну, глушитель я, кстати, не вижу смысла ставить. Зачем? Все равно же не стеллс-миссия будет, а глушитель, насколько известно, немножко режет урон оружия. Ну что ж, майор, время начинать. Вы готовы к операции? Будет жарко. Всегда готов. Сразу ванов вспомнил. Тогда можете выдвигаться. Мои ребята займутся тем же. В конце, когда бандиты будут разбиты, займитесь поиском тел наших разведчиков. Мне интересно знать, что стало с моим хорошим другом Тамерланом. Майор, прошу вас, найдите его тело. Это очень важно. Так точно, найду. Вот так, значит, найти тело бойца Тамерлана. Ну и первая миссия, это... Ну и первый квест, это попытаться отбить деревню новичков. Блин, прикольно. Еще раз говорю, своеобразная война группировок. Мне было бы интересно увидеть мод на войну группировок, но не типичные, которые мы сейчас знаем, да? А именно с сюжетом. Сюжетный мод на войну группировок, которым мы можем в ключевых моментах тот или иной выбор делать, те или иные квесты выполнять, и это все будет влиять в дальнейшем на сюжет. Было бы прикольно, но... Вряд ли за это кто-то возьмется, да? Постараюсь я пройти, конечно, с минимальными потерями. Поэтому бегу вперед, уже по мне начали стрелять. Ну, что ж. Так тому и быть, стреляйте. Деревня, новая территория. Пошел процесс. Первый его же замочил. Кстати, ведется какая-то статистика. Не очень понимаю, зачем она нужна. Опа, полетела Грена. Ну, я пошел немножко вперед бандитов тут выносить. Выноси из волочей, как говорится, да? Ребята молодцы, тоже хорошо отстрел ведут. И тем временем у нас бандитов тут практически не осталось. Так, они еще гранатами кидают. Смотри, какие, а? Огрызаются, гады. Не хотят ни в коем случае отдавать деревню. Ну и, в принципе, я так понял, они не были готовы к тому, что мы ее штурманем. Но мы штурманули, я умер. Ладно, сейчас все будет. А, так я еще не сохранился. Красота. Играет тут бандитская музыка, представляешь? Из радио. Ой, кто-то по нему только что попал, и музыка прекратила играть. Печаль. Не очень я понимаю прикол с перезагрузкой. Не очень я понимаю прикол, когда загружается с айфон, убирает оружие почему-то. И потом его обратно доставят. Это странная тема. Но это есть. Да сколько же ваш еще тут, ребят? Многих перебили, но тем не менее большое количество противника тут еще. Ну и, в принципе, два человека осталось, написано. Да, по-быстрому обычному. Возможно, у ребят есть то, что нам нужно. Вот, например, автомат неплохого состояния, который я, скорее всего, смогу продать. Что-то по патронам. Хотя не думаю, что мелкий калибр будет хорошо стоить. Но пока пусть будет. Опа, привет. Еще один готов. Догнать отступающих еще и. О, это серьезно? Я хотел бы сказать, может, нашел бы какие-то аптечки, но нет, ладно. Будем использовать... Оооо. Будем использовать гранату. Вот опять он достал оружие, убрал оружие. Ну, не знаю. Ловите, пацаны. Вот вам гренки. Раз. Два. Три. У меня пять штук всего было. А, я еще и сам в анамаре попал. Ты что-то делаешь, а? Ой, что ты делаешь? Ну и чего ты? Обалдеть. Он еще когда лечится, убирает оружие. Ну, это правильно, наверное. Смотри, что творят, а? Все аптечки в итоге я потратил. Ну и чего вы? Боятся, не высовываются. Будут теперь тут сидеть до последнего. Один уж убежал, сари. Отлично, готово. Найти тело Томерлана. А где он? Он где-то тут должен быть, я так понял. Сейчас найдем. Сначала опять-таки обыщем. Ого, неплохой автомат, кстати. UMP-45, мне очень нравится. Найти бы к нему патронов, и было замечательно. А, трупы исчезли, что ли? Мда, похоже на то. Ха, ну слушай, ладно. Кое-что в ящик даже сложили. Тут у нас энергетики. Ну, как я понял, тело сталкера тут внизу. Да, нет. Это булава. По-моему, это бандит, типа, ну, флешка булавы о личном тайнике. Да, тут присутствуют различные личные тайники. А прицел, что я не сниму никак с этой пушки? Походу, просто так я никак не могу его снять. Нужно, видимо, обязательно к какому-то технику идти. Так, ну и где мне искать труп? Может, в бункере Сидоровича? Ну, флешку давай сразу используем. Хабар булавы у нас тут, недалеко. Найти взрывчатку нужно, чтобы открыть дверь. А где же я ее найду, не очень понятно. Ну, скорее всего, мне сейчас нужно возвращаться. Есть информация, что в одном укромном месте на территории деревни лежит взрывчатка С4. Без нее дверь, ведущая в подвал, никак не уступит. В одном укромном месте на территории деревни. Ага, вот это прикол. Где же мне ее теперь искать? Скорее всего, по крышам, по подвалам. Ну что ж, я поищу, как будут результаты, вам сообщу. Нашел тайник с взрывчаткой, но не с С4, а с гранатами. Ага, вот С4. Подожди, я же сюда спускался, но почему-то не заметил ее. Как так могло получиться, я не знаю, но, в общем-то, вот С4, подбираем. Теперь нужно попробовать заложить эту взрывчатку. Уж не знаю, откуда у нашего героя информация о том, что тут есть взрывчатка в этой деревне, но вот так. Установить, детонировать заряд. Надо маленько отойти, наверное, да, чтобы меня не бахнуло. И детонатор вот у меня использовать жмыхнуло. Ого, аж тут почему-то поднялся огонь. И минус дверь, она просто-напросто отлетела. А вот и тот самый Тамерлан. Во-первых, у него есть флешка, во-вторых, еще одна флешка Тамерлана, но это уже с информацией. Патроны забираем, передать флешку Медведеву. Могу ли я прочитать что-нибудь? Нет. Ну, могу использовать флешку с хабаром, который тут недалеко находится. Можно даже сразу по пути туда заскочить и забрать. Защитить деревню от мутантов новое задание? В смысле? Это прям я только отошел, и мне сразу же выпал квест. Наверное, возьмем тогда ружьишко, оно у меня почти новое. Мутантов поклепать получится нормально. А что, они просто должны напасть? Ну да, тут вот они есть. Ни с кем говорить мне не надо. Ну что ж, давай попробуем. Видимо, это какой-то такой квест, который не сюжетный, а просто, знаешь. Ого, и с этой стороны тоже. Блин, жестко. Кажется, тут собаки. Что ж, я попробую к ним первым подойти. Минус. Вторую ранил. В аномалии они, я так понял, не попадают. Как же он долго перезаряжает ружье? Ну, ружье невероятно классное. Хорошо мочат их, поэтому не страшно. Какой-то же должен быть минус у ружья, правильно? Там еще и какая-то псевдо-собака, самая мощная такая тварина. Понял. Четыре попадания, по-моему, мне пришлось понять, сделать. Не очень точных, но тем не менее. Так, что дальше? А дальше уже и отсюда появились твари? Да вы что, прикалываетесь? Со всех сторон, что ли? Ну, хорошо, допустим, и отсюда мы давай их постреляем. Так, тут плотико маленькое, что ли? Не, собаки тоже есть. Ничего себе, живучие. Кабаны, уголки. А что вы все напали-то? Я понимаю, если бы здесь трупы еще остались, можно было искать там на запах трупов, знаешь. Обалдеть, кабаны живучие, твари. Мужики, помогайте. Мало того, что живучие, так они еще и невероятно меткие. Вот этот Боров вообще. А за него всего лишь ранг плюс один дают. Если честно, я плохо понимаю и плохо помню, зачем нужны все эти ранги, а не ранги. По-моему, это просто циферки, чтобы покрасоваться, и по факту они ничего такого не дают. Если я не прав, то напишите в комментарии. Так, маленькое плотико убежало. Ну ты куда маленькое? Я тут еще и почему-то ловлю минус. Так, ну и чего? Еще тут какие-то твари. Е-мое, сколько тут собак. Это у меня всех их надо ходить, мочить, чтобы обезопасить деревню. Вот так вот. Минус собачка с этой стороны, теперь туда пойдем. Дальность 940 метров у ружья. Да вы что, прикалываетесь? Такого не может быть. Мне кажется, максимально эффективная дальность стрельбы из ружья 100 метров. Не, может тут есть профессиональные охотники? Вы напишите, может ли ружье чуть ли не на километр стрелять? Не, ну если это какая-то огромная дубина, может быть, ну блин. У нас-то в руках обычный тозик. Плотика маленькая одна осталась. Отлично. Доложить медведю опять в успешном захвате деревни. Отбились таки мы. Иногда бывает. Хотя тут вроде сталкеров не было. Это у нас психодерин, вывод токсинов, восстановление пси-здоровья, восстанавливает ментальное воздействие на мозг. Ну в общем, напали контролеры, можно это использовать. Ну или бюреры, они вроде тоже умеют воздействовать. Ну, везде по-разному. Узнаем, посмотрим. Так, а тайничок у нас где-то в той стороне. Я думаю, что нам все-таки придется тут пройти. Да, и тайник у нас судя по всему либо тут, либо повыше. Но тут ничего не... Ага, вот рюкзачок. Ну ты чего? Во-первых, это деньги, мешочек какой-то. Кошачий глаз, аптечка. Ну отлично, подбираем. Вы нашли первый персональный тайник. Ну да. Что, деньги сразу используем? Опа, 783 рубля. И у меня какая-то жуткая радиация. Давай используем антирад. Плюс аптечку, только что найденную. И посмотрим, есть ли она тут. Да, тут часто бывает. Блин, везде тут радиации полно. Что такое? Не продохнуть. Я попробую сделать так, чтобы музыка не играла, но кажется, не получится. Что ж, ладно. Ну что, справился? Да, отыскал труп Тамерлана. Вот с него флешка. Замечательно. Деревня у нас в кармане. Больше эти прохвосты к нам не сунутся. Надеюсь. За флешку отдельное вам майор, спасибо. Тамерлан был очень хорошим бойцом и моим другом. Охотно верю. Что дальше будем делать? Дальше самая лихая задача. Нужно взять это П и помимо того еще и опустошить бандитский сейф. Численность бандитов по последним данным около 14 душ. Будет так-то не просто к ним подобраться, особенно днем. Поэтому решено операцию проводить ночью. Из наших будут только самые опытные бойцы. Вы в их числе. Дожидайтесь ночи. Вот координаты места встречи. Понял. И еще, майор. Есть одна небольшая проблемка. Мутанты донимают наши отряды. Нужно срочно что-то делать. Разберитесь со зверьем. Будет сделано. Да, мне бы сейчас только со зверьем надо разбираться. В общем, тут стая слепых псов. Хорошо, хоть патроны какие-то спаунятся. А торговец-то присутствует? Да. Сейчас мы ему что-то продадим. Подожди, но торговец-то есть. А техник? Техника, кажется, нет. И это очень плохо. Мне бы поторговать. Ну, либо просто нажимаем торговля. Нет, не покупает гад такой. Автоматы. А что такое? Вскрытая аптечка. А, ну, то есть она... Подожди, она еще раз можно использовать? Похоже на то. Ладно, кое-что пока уберем. Не будем выкидывать. К этому мало патронов. Все здорово. Наверное, все-таки мы даже пистолет уберем. Тут поставим автомат. А, так вот, можно как снять прицелы, я понял. Дорого он, конечно. 50 патронов, 600 рублей. Опять слепых псов, чтобы и этот квест выполнить. Ну, а вы там в комментарии это все-таки не забывайте писать, нравится вам, не нравится вам, хотите видеть, не хотите видеть. Потому что определенные запросы в комментариях я видел. Сам вспомнил, что мод, в принципе, неплохой. Когда-то я в него там играл по молодости. Поэтому жду ваших отзывов, комментариев. Ну, и, конечно, главным показателем будут лайки. Чем их будет больше, тем лучше. Эх, тысяч 10 бы набрать, это было бы вообще прям замечательно. Опять мне почему-то плохо. Не пойму, в чем дело. Не, ну реально огромная дальность. И в итоге они сейчас сами умерли в аномалии, две собаки оставшиеся. И задание выполнилось. Значит, можно сдалека стрелять из ружья. Да. А, так еще, господи, я возвращаюсь, а там, оказывается, еще стая собак. Да что вы будете делать? Они тоже, кстати, попадают в аномалию, прикольно. Мне меньше работы, кстати говоря. Вон, даже одну минусанул. И остается сколько еще? Ну, одна точно была где-то в кустах. Ага, вот маленькая. Вот еще одна маленькая. Да ладно, я попал в аномалию, блин. Круто. Все, еще обновлено. О, еще там куда-то надо идти. Статистика. Что у нас тут по статистике? Задание, деньги, дегтярев, оружие, мутанты. А где эти ранги, не ранги посмотреть? Это, по-моему, надо вот это КПК активировать, да? Да, статистика, группировка, состояние здоровья, состояние психики. Ранг 35, выстрелив из оружия 154. Хэдшотов 15. Какие-то тактики, не тактики. Все понятно. Советы, достижения. Достижения, кстати, прикольные. Я люблю, когда есть достижения бонуса. Это очень здорово, когда такое происходит. Достижения, необходимо подобрать деньги с трупов. И так далее, и тому подобное. Тут повышенная скидка, и так далее, и... Ага, понятно. В общем, здорово. Достижения, это круто. Всегда, я думаю, достижения являются неким стимулом для игры. В любой игре, абсолютно. Поэтому жаль, что в Steam-версии Сталкера нет достижений. Да, конечно, есть достижения в самой ЗП, там несколько, там около десятка, да? Там около десяти, да, достижений. Они прикольные, за них тоже есть какие-то бонусы даже. Ну, хочется прям, чтобы знаешь. Ладно, посмотрим, что будет во второй части. Так, ну а тут у нас уже не собаки. Речь шла про слепышей, а тут уже какие-то плоти пошли. Всё. А, ну да, стадо кабанов, и теперь новый квест. Там-то что? А вот теперь стадо кабанов. Тьфу. Короче, я сейчас пол локации зачищу. А вот награду мне никто не даст, блин. Ну, кабаны, кстати, очень живучие. Они жирные, невероятно. Поэтому я даже не знаю, как я их сейчас буду мочить. Последние патроны буквально достреливаю. Да, два последних патрона осталось. Всё, нет патронов. Теперь только с калаша стрелять. Ага. Ну и чего? И это ещё не всё. Воу, на удивление с автомата они либо намного быстрее сносятся, либо они уже были ранены, и мне кажется. Что ж, ладно. Зазание в любом случае выполнено, и мы возвращаемся наконец-то получить награду. Я так понял, тут используется кордон из сталкер Чистое Небо, потому что этот лагерь был только в ЧН, в ТЧ его не было. Ну что ж, понятно. Вообще такой ламповый лагерёк, да? Представь, так летом пойти с друзьями в какой-нибудь такой лагерь с палатками. Возле костра сидишь и отдыхаешь. Эх, спасибо, мне очень приятно. Перейдём к делу. Вы военных на кордоне не видели? В смысле? Это ж я должен был говорить, это моя фраза. Ладно, допустим, это ошибка, так точно нет их больше. Видимо, он мне хотел спросить про мутантов. Здорово, проблема исчерпана, благодарю за помощь. Итак, конвертер для гранат, господи, бинт, две аптечки, патроны, три пачки пули, 545 и 3000. Координаты ранее найдены у тайника, серьёзно? До встречи. Ну и всё, остаётся сейчас только ждать ночь, после чего мы... Ой, есть работа для меня? Да, имеется. Мне как-то говаривал один сталкер, что видел на кордоне в аномалии артефакт с причудливым названием шапокляк. И мне стало интересно, что это за артефакт такой. Сам сходить не могу, а взглянуть на это чудо страх как хочу. В общем, желаю получить этот артефакт. Поможешь старому барыге? Да, превосходно. Найдёшь эту красотку, приноси. Награду получишь солидную, слово честного сталкера. Договорились. И где это у нас находится? Шапокляк где-то тут на кордоне, в общем. Ну ладно. В общем, жду ваши комментарии. Продолжаем, не продолжаем. Лайки там всякие вы тоже ставите. Не забывайте, если хотите видеть. Ну и тогда будет вам счастье. Спасибо большое. Всем пока. Всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok